Девушки отдыхают 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 искусство Ахмата Лутфулина, Александра Пантелеева, Бориса Домашникова, Александра Бурзианцева и так далее. Это уже такое поколение 60-х годов. Или поколение 80-х годов. Урал Мухаммедшин, Фартуков, Винокуров и ряд других. А сегодня, посмотрите, уже новое поколение вступает в силу. Не то, что вступает, а вступило уже. Это Джалиль Сулейманов, это Амир Венюльевич Мазитов. Вот Вера Фролова. Я их всех люблю, ценю. И ценю, конечно. И я рада, что я живу в этом коллективе. Если бы вы могли стать свидетелем любого события, происходящего в прошлом, в будущем или в настоящем, то какое бы вы выбрали? Вы же понимаете, мне 83 года, да? Я дитя войны. И вот я выбрала бы все времена, только не те, когда отец фронта писал письма, когда мы все перебудем. Я, будучи 4, 5, 6-летней, я понимала, что такое война, понимала, что такое голод. Вот я люблю все явления жизни, кроме вот этих страшных событий. Ялсу, какой безумный поступок вы совершали в жизни? Ой, поступок. Ну, знаете, это я бы не назвала поступком, но таким явлением в моей биографии, в жизни музея. Ну, вы же знаете, что наш музей – бывший купеческий особняк. Раньше не было вот этого здания пятиэтажного, которое сейчас стоит. А там во дворе стояли сарайчики, домик, где жила купеческая прислуга. И вот однажды, значит, решили здание эти старые снестись и стали ломать сарайчики. Мы с реставратором Юрием Тимофеевичем Игнатьевым сидим. Вдруг забегает рабочий один и говорит, вот мы там ломаем сарай, а там какие-то картины. Вот, вы знаете, мы тут же, конечно, побежали, достали их, эти картины, несколько полотен. Они были настолько грязные, что нельзя было понять, что изображено. Вот, мы же знаем, где на музейных произведениях пишутся инвентарные номера. Мы быстренько эти места расчистили и поняли, что это музейные картины. А потом, когда чуть-чуть раскрыли цвет, мы поняли, что это шедевры. Это шедевры Давида Бурлюка. Это шедевры Ларионова. А почему они там оказались? Потому что гонений было на этих художников в 20-е, 30-е годы. И хранитель, бывший, старый хранитель, для того, чтобы их не уничтожили, она их спрятала в этом сарае. Вы знаете, вот та работа Гончаровой 1911 года, которую мы нашли, крестьяне, собирающие виноград, она полмира объехала. Потому что сейчас же интернет, государственный каталог, где можно посмотреть все, что находится в нашей коллекции. И многие страны у нас берут это произведение, так же, как работа Бурлюка, чтобы показать в своих музеях. Вот такое вот событие было интересное. Да? Меня зовут Риана. Риана, какая самая смешная или, может быть, забавная история происходила в музее? В музее? Да. Ну, может быть, она не смешная, не забавная, но вы знаете, что как-то все время ходит легенда о том, что у нас ходит призрак бывшего хозяина дома, вот этого купеческого особняка, Михаила Артемьевича Лаптева. Вот. Работали у нас с сторожами два молодых студента. Вот они говорят, что нет, вот мы слышим. Он ходит по залу, мы слышим шаги, мы слышим, как он включает свет, но потом три часа ночи мы устаём уже, говорю, Михаил Артемьевич, ну давайте уже это, будем как-то потише, и мы, говорит, слышим, как он идёт обратно, выключает свет, но вот люди так говорят, не знаю, насколько это правда. Вот такой вот момент. Ну, вы родились в сороковые годы, вот расскажите воспоминания о том времени военном. Я родилась не просто в сороковые, а в сороковом году. Мне вот восемьдесят четвёртый год. Вот. Ну, сами понимаете, что когда отец ушёл на фронт, я, конечно, мне был год. Вот. Ну, а потом жизнь складывалась так, что война, война. Бабушка нас воспитывала, можно сказать, вот с моим братом, с художником Юрой, потому что мама всё время была на заводе. Воспитывала нас бабушка, вязала шали пуховые, она вот так могла спать к печке, прислонница спит, а сама вяжет. Ну, и очень были трудные послевоенные годы. А отец после войны, его, значит, отправили служить после войны на Сахалин. Но мы не поехали. Когда его перевели служить на Украину в 50-м году, мы уже поехали туда. Три года мы жили на Украине. А потом в стране шла всеобщая демобилизация. Вот. Многих офицеров уже переводили на гражданское. состояние. И мы вернулись жить в Уфу. Юра начал ходить в художественную студию огороду. Это в Черняковке в Дом культуры Калинина была такая. Вот. А я была младше, училась в школе. И потом Юра поступил, значит, в художественную школу. Потом поступил в Афгик, закончил. Когда я закончила школу, он мне сказал, Валя, посмотри-ка, у нас же очень интересный художественный музей в Уфе. Подумай, может быть, тебе пойти туда работать? Вот. И я пошла туда. Меня взяли экскурсоводом, а потом я уже закончила Академию художества экскурсоведческий факультет. Я счастлива, что я до сих пор там. Я считаю, что благодаря этому я живу. Какой свой талант вы бы могли назвать самым странным? Какой же у меня странный талант. У меня странный талант, что я люблю жизнь. И когда у меня спрашивают, а как вы переживаете депрессию, я говорю, что у меня нет времени на депрессию. А где у меня время на депрессию? Или я в музее работаю, или я вечером пишу статью. А если лето, я поехала в выходные, и посмотрела, как мои розочки там цветут. Когда искусствовед копается в грядках, может быть, это странно. А я считаю, что это очень органично. Это движение, это воздух, это любовь к природе. На моем опыте было мнение о том, что новое здание Нестеровского музея является не самым подходящим. Может, вы считаете по-другому? Как вы к этому относитесь? Ну, оно не то, что подходящее. Это не то немножечко слово. Ну, людям не нравится внешний вид этого здания. Я скажу, что оно очень даже подходящее, потому что, если кто видел, как мы раньше хранили в одном помещении все и живопись, скульптуру, и графику, и фарфор, и все вместе, и негде было наступить. А сейчас каждый вид искусства имеет свое отдельное хранилище. Все по местам, все описано. А почему сделан такой фасад? В целях вот сохранения целостности здания. Потому что фасад обит медью, а медь, она же, это металл, она же очень долговечная. А штукатуренное здание, оно нуждалось бы в постоянном ремонте, вот это пятиэтажное здание. Но они, архитекторы, стремились вот этими стеклянными, две такие, два стеклянных фонаря, как бы, ну, сделать современный такой абрис, что ли, этого здания. Вот у всех разные мнения, но мы, музейщики, счастливы, что у нас есть такое новое здание. Спасибо. А какие черты характера нужны хранителю? Черты характера, ну, понимаете, каждый экспонат, это как твой ребенок, о нем нужно заботиться, его нужно любить. И это на самом деле так. Сейчас у нас коллекция передается так, вот, кто-то хранит там графику, кто-то скульптуру. Но ревностно, я хожу и смотрю, как это размещено. Вот, хранитель должен быть внимательным, четким, знать все правила, знать все инструкции, потому что требования очень строгие. И следить, конечно, за всем. Но эта же работа в то же время очень интересная, это подбор выставок. Перед тобой это произведение, ты же видишь его воочию, ты же его изучаешь досконально, это произведение. Это тоже большое очень счастье, это редкое счастье. Как вы относитесь к современному искусству? Ну, я отношусь очень даже нормально, это же очень интересно. Главное, чтобы оно все-таки было зрелым. Должна быть мысль. Я же говорю, там в разных инсталляциях, я видел, например, банан взяли, его наклеили, вот как вы относитесь к таким? Ну, вы знаете, каких только нет вот этих всяких крутасов, да? Это не значит, что все это можно причислять к искусству. Я считаю так. Все-таки искусство должно содержать идею, духовность, какое-то нравственное начало обязательно. То, что человека дальше движет, способствует духовному именно развитию человека, с тем, чтобы какая-то поэзия должна быть в нем, в этом произведении. Это непременное же качество. Так что, ну, кто-то, может быть, любит бананы, я не люблю. Я искусствовед занимаюсь тем, что мне дано. В основном занимаюсь изучением башкирского изобразительного искусства. В основном музей Нестерова это кладезь искусства большого настоящего. Это такая сокровищница, в которой я считаю, что каждый был бы счастлив работать, но с ней работать, то побывать. Какие национальные блюда вам нравятся? Национальные блюда, вообще, я считаю, что еда это одно из удовольствий в жизни. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, это не значит, что надо как-то там чего-то впихивать в себя, но все-таки вкусная еда это тоже своего рода эстетика такая. Все это красиво приготовить, приятно покушать. Как делала чак-чак одяг Болна Сидикова художница? Как это может не нравиться? Вы знаете, это сказка, какие она пекла вакбеляши. Я считаю, как в любой кухне, есть свои какие-то такие доцепримечательности. Главное, чтобы это умело было приготовлено. Вы родились во времена СССР. Вы можете сказать ту самую фразу «раньше было лучше»? Раньше были лучшие люди в том плане, что после войны, вы понимаете, как-то люди ценили вот это единение, помогать друг другу старались. Вот я просто вам пример такой приведу. Во время войны мы жили с соседями. Раньше не было таких квартир. Обязательно соседи, общая кухня. И у нас соседи были татары. Мы их называли дядя Коля и дядя Зоя. Самитова их фамилия была. А у них было двое сыновей, а мы вот, а нас тоже четверо бабушка, мама и мы с Юрой, потому что отец был на войне. И когда мы вернулись с Украины в Уфу, а жить негде, и вот эти люди, которые жили в одной комнате, семья, правда, большая была комната, они приютили нас, и мы восемь человек целый месяц жили в их комнате. Вот что такое люди послевоенные. Вот сейчас вы знаете в подъезде, кто живет? Вы здороваетесь? Мы не знаем, правда? По себе скажу, что я знаю тех, кто живет очень давно в моем доме, мои сверстники, с которыми общаемся, там, здороваемся, а в основном очень много новых людей, много людей сдают квартир. Нет вот этой теплоты общения. Отсюда нет и желания как-то помочь чем-то человеку. Ты не знаешь, что случилось, ты не знаешь, куда бежать. Вот этого не хватает. Как вы отличаете хорошего человека от плохого? Ну, это очень сложно, конечно. Это, вы знаете, это такой философский вопрос. Как говорят же, надо путь соли съесть, чтобы с этим человеком, чтобы понять, что он за человек. Ну, поэтому как-то стараешься по его взглядам, поступкам судить о человеке. А много ли раз в жизни вы ошибались? Конечно. К сожалению, да. Но я думаю, это тоже у всех бывает. у всех тоже бывает. Не нарисовано же на человеке, какой он. Плохой человек может, наоборот, скрываться в такой лечении, которое не сразу раскроешь. Но, слава Богу, вот меня окружают хорошие люди в коллективе. Слава Богу. Дома тем более. У меня уже и внук, конечно, и правнук уже есть. Как я рада, когда я их обнимаю. Какие вредные привычки у вас есть и хотели бы вы от каких-то избавиться? Так, какие же у меня вредные привычки? Ну, дело в том, что я сова, и я люблю утром спать. А с вечера меня не уложишь. Ну, понятно, что это. Держишь себя в руках, но думаешь, ах, еще бы поспать полчасика. Вот это я... Или это привычка, или это натура, я даже не знаю. Вот у меня, можно сказать, вся семья такие вот эти совы. А какое самое теплое воспоминание у вас из детства или, в общем, из жизни? Хотите, верьте, хотите, нет. Но когда мне было пять лет, и отец с фронта, вот, когда, значит, он дошел, значит, почти до Берлина, но потом, значит, их часть не расформировали, погрузили в состав, и они и отправили на Японский фронт. Но когда они доехали до Уфы, до Черниковки, вот их военный это состав, он отпросился и на пару часов забежал домой к нам. И я вот стою, и открывается дверь, заходит отец в шинели, в портупеи, там все, как говорится, одет по-военному. И я заплакала. Мне было пять лет. Я заплакала, нет страха. Я узнала, что это мой отец. Взрослые же от радости плачут, и вот я как взрослая, заплакала от радости. Ну, а потом много было, конечно, много в жизни таких счастливых минут. Очень много. Но потом каждая возрастная твоя стадия дает разное понимание счастья, правильно ли, да? А может быть, там замужество, рождение ребенка и так далее. А сейчас выросшие дети, внуки. Слава Богу, что в жизни было очень много светлого. Жизнь хорошая штука. Хорошая штука. Хорошо, спасибо. Вы помните, каково это было, когда объявили, что закончилась война? Нет, я этого не помню. Вот как, что по радио там, да, этого такого не помню. Но, конечно, мама с бабушкой все время читали письма отца с фронта. Все время. Вот. И, конечно же, конечно, в нашем доме был праздник. Потому что взрослые сказали, что кончилась война. Вот. А через какое-то время вот отец приехал по пути на Японский фронт. Он, кстати, прошел три фронта. Он был на Финской войне, родился в рубашке, вернулся. Потом вот отечественный фронт, значит, четыре года, а потом еще Японский фронт. Но он имел только легкое ранение. Остался цел, невредим, можно сказать. Многие современные учащиеся жалуются на условия их учебы. Что бы вы им посоветовали? Ну, на какие условия? А я считаю, что, а что жаловаться? Надо трудиться? Ну. Какие условия? Материальные какие-то? Что нет оборудования какого-то, нет материалов или им не нравится строгий подход какого-то педагога. Вот, смотря на чего они нравятся. Некоторые ученики школ жалуются, что у нас недостаточно там, допустим, классов или нам не нравится то-то. Что бы вы сказали? Ну, что бы я сказала? Конечно, это беда. Вот я совсем недавно на днях, да, была в Уфимской школе искусств Черняковки, там, на Нежинской. Они собрали прекрасную коллекцию акварели, нашей башкирской акварели, 70-80-х годов. Художников уже нет, но они ведь нашли членов семьи, связались с ними, да, и открыли прекрасную выставку. И вот они мне говорили как раз, что вот не хватает классов, что в классе, допустим, изобразительной классе, где читает историю искусства педагог, когда классов там проводят занятия хореограф. То есть, конечно, не хватает. Это во всех школах, во всех школах так. Хотелось бы еще спросить про школьные годы. Какое самое запоминающееся и теплое воспоминание у вас было? Да, это, знаете, я с удовольствием отвечу, вот почему. До чего же у нас был дружный класс? Мы учились, мальчишки, девчонки, мы же знаете, где жили? Знаете остановку Бульвар Славы? Вот, Бульвар Славы, а вниз туда уходит гора, длинная, длинная, длинная. Раньше там был лес и частные маленькие домики. И вот у кого-то, значит, из наших мальчишек были огромные сани с таким вот деревянным, загнутым носом. Кто-нибудь из парней на коньках садился на эти сани вперед. Мы все гудьбой садились на эти сани, человек 15-20, такие санки огромные. И мы сверху с горы, с бульвара Славы, вниз катились, наверное, минут 20. А он на коньках рулил. Все дружили. Новый год мы встречали на катке в парке. Значит, лунной морозной ночью мы пришли со школы, допустим, в 5-6 вечера мы на лыжи и по лунному лесу светит луна, тени, а мы на лыжах ходим. Вот такая вот была дружба, которая помнится до сих пор. До сих пор. Мы сейчас уже, одноклассники, не встречаемся, мы уже все старенькие, но созваниваемся. Но созваниваемся. И многие из них приходят в музеи, где вот я их тоже вижу. Вот так. Вы пишете статьи про художников. Писали ли вы такую про своего брата? Конечно, конечно. Писала, обязательно даже писала. Мы делали в 21-м году, ну вот в 2021-м году, большую выставку. Дело в том, что его жена, она вдова, писательница Ирина Евгения Ракша, она подарила музею, можно сказать, все Юрина наследие. Все. То, что ушло, Третьяковку в свое время по музеям разошлось, а все остальное она передала в наш музей. Более 200 работ, можете себе представить. А Юра был очень известный, очень крупный мастер, великолепный, непревзойденный рисовальщик. И потому мы сделали выставку, чтобы вот этот дар опубликовать. И к этой выставке мне удалось собрать немножечко денег, удалось вот, и сделать небольшое издание с рассказом вот об этой коллекции и об этой выставке. У меня вопрос. Есть ли у вас какое-то любимое направление, жанр, может быть, такие как реализм, батальный, допустим? Есть. Обожаю пейзажную живопись. Обожаю. Потому что это лирика, да, это романтика. Еще почему, видимо, во мне такое начало превалирует? Потому что у нас же пейзажисты-то какие. Взять Александра Сетюлькина, взять Домашникова. Мы вот делали два года назад в Плесе, в Плесском музее выставку Домашникова. И когда мы все это оформляли в новые рамы, брали вот так в руки, смотрели, вы знаете, ну такая красота, такая тонкость вообще. Левитановские, такие по настроению тонкие вещи. А Бурзянцев другой, страстный, романтик такой, в жилпись, у него вся цвет, активный, колорит. Владимир Павлович Пустарнаков совсем другой. И вот когда вот видишь это, видишь, как художники это переживают, и как они вот все эти моменты состояния в жизни и природы через поэзию показывают, то и сам влюбляешься. И я поэтому очень люблю этот жанр. Хотите верьте, хотите нет, но когда мне было пять лет, и отец, он дошел, значит, почти до Берлина, но потом, значит, их часть отправили на Японский фронт. Но когда они доехали до Уфы, до Черниковки, вот их военный состав, он отпросился и на пару часов забежал домой к нам. Взрослые же от радости плачут, и вот я как взрослая заплакала от радости. Также насчет профессии. Кем вы мечтали стать в детстве? Вот как ни странно, я мечтала быть учительницей химии. Всю жизнь. Ну как всю жизнь? С тех пор, как к нам в класс пришла Вера Алексеевна Кулагина, учительница химии. Ну, до чего она была красивая, до чего она нас всех любила, до чего она была мягкая и ласковая, а в то же время привела нам любовь к предмету, к химии. И когда уже все началось Вера Алексеевна, началась химия, я поняла, что больше на свете ничего нет, есть только химия. Я пошла поступать в университет, в наш, на факультет химический. Мне не хватило полбала, мне по-французскому поставили тройку. У меня, ну, такой юношеский максимализм, конечно. Я уверена была, что я все ответила. Я перевела, я прочла, я ответила правила. Но я получила тройку, мне не хватило полбала. Я, вы знаете, как пережила, я сказала для себя, что моей ноги больше не будет здесь никогда. Вот, а потом так, через некоторое время, вот я уже пришла в музей, а потом уже училась на эту профессию. Вот так интересно. Какое у вас любимое время года? Ну, конечно, хоть я и задумалась, но мне кажется, что особенно-то задуматься и не надо. Любимое время года это лето и зима. Потому что лето – это тепло, а зима – это снега белая, такая красота, розовые щечки. А осень разве не красивая? Поезжаете вы по дороге в Белорецк в конце сентября или начале октября, и ты же утонешь в этих красках, в этой красоте. А как ждешь весну? Да, а как ждешь эти первые ручейки и сосульки? У меня день рождения весной, вот в апреле, поэтому я с радостью весну жду. Говорю, спасибо Господу Богу, что я жива. Вы можете назвать самую дорогую свою картину в коллекции музея? В коллекции нашего музея? Ну, наверное, все-таки это работа Нестерова большая, вот этот неоконченный вариант ведения отрукова Фоломея Михаила Васильевича, значит, это портрет Екатерины Петровны 1906 года, ну, воскрешение Лазаря, вот этот фрагмент, два ладов, а потом идут его классика, конечно, голова царевны, ну, как все относительно, все-таки все относительно. Очень высоко ценятся работы Бурлюка, в мире очень ценятся, Лорионов, Гончарова та же очень высоко ценится, западное европейское искусство из нашей коллекции, это все высоко ценится, конечно. Ну, я думаю, что раз мы музей Нестеров, я думаю, что музей Нестеров, наверное, все-таки. Как думаете, добро всегда вернется? Кто вернется? Как думаете, добро всегда вернется? А добро Не уходило. Если ты сделал добро, обязательно вернется. Но если ты сделал зло, лучше этого не делать. Нет, добро обязательно возвращается. Поверьте мне. Вот ведь никто не спросит меня, почему я переспрашиваю. Дело в том, что я на одно ухо глухая. А глухая я не потому, что я глухая. Потому что когда я каталась на лыжах, мне было 18 лет, а мы на белой катались, висячий камень, между деревьев, с горы. И я в метельный день, когда лыжню занесло, я прямо об дерево головой. И вот так вот все, пол лица снесла себе, лежу в палате. Легла на это ухо, которое у меня слышит. Легла на это, ничего не слышу, что в палате. Врача позвала. Я говорю, а почему я когда ложусь на это ухо, оказалось, что у меня нерв травмирован. Сейчас эта болезнь лечится. Сейчас. Но эта болезнь должна быть молодой. А моей болезни по 60 лет. Поэтому я вот переспрашиваю. Я одноухая. Из-за этой вот травмы. У меня было сотрясение мозга. Меня с Юрой, мы на лыжах, с братом катались. Как он меня в эту гору вытащил? Я не знаю, я идти-то не могла. Сотрясение, это вот так вот. Все плывет вот так, идти не может. Он меня как-то вытащил на руках, на гору. Есть ли для вас идеальный человек? Идеальный человек? Идеальный человек это мой брат Юра. Он был идеальным человеком. Он был талантливым, светлым, глубоким, очень добрым. А как вы думаете, какой путь русской живописи? Теперешний? Ну, теперешний вообще, как вы? Ну, нормальный путь. Нормальный путь. Все органично развивается. Как-то было одно время, статьи писали многие искусствоведы, что реализм умирает, там ля-ля-ля. Ничего не умирает. Есть, как говорится, есть то направление, есть это. Главное, что наше время для художников дает очень много свободы. Очень много свободы. И если ты зрелый человек, если ты осмысливаешь жизнь, не просто иллюстрируешь ее, а осмысливаешь, то ты сможешь выразить это, выразить. И человек, зритель тебя всегда поймет. Поэтому я думаю, что все нормально. Тем более, что, вот смотрите, вот вы рисуете, да, вот вы в художественной школе еще. А у нас же еще училище есть в Уфе. А у нас же еще институт искусств есть в Уфе. А какое наследие большое уже собрано. Поэтому я думаю, что все отлично. Ну, я, например, не художник. Я больше журналист. Ага, больше... А вы знаете, а журналист вообще должен все знать и понимать. Ну, конечно. Ну, вы задаете такие вопросы грамотные. Это же тоже говорит о том, что о вашем таком внутреннем развитии. Журналистов у нас в Уфе очень немного. Кто, например, вот по искусству, по художникам может хорошо написать. Я интересуюсь. Ну, вообще, журналисты – это всеобъемлющая такая профессия, правильно ли? Конечно, да. Да, я желаю вам успехов. Дай бог. Спасибо большое. А журналисты, где вы учитесь? Где? Да я в школе учусь. В школе? Нет, но потом будете в БГУ на журналистику поступать или как? Или, может быть, куда-то... Ну, пока думаю, думаю. Какой класс-то? Восьмой класс. Восьмой. Ну, еще время есть для раздумий. Но надо, чтобы оценки были хорошие, поехать куда-нибудь. Поехать в Питер, в Москву. Да, да. Где вы сами обучались? Сами что? Где вы сами обучались? В Академии художеств. Я уже говорила, в Академии художеств Ленинградской. Искусствоведческий факультет. Он и сейчас существует. У меня тоже вопрос, получается. У меня также есть мечта стать учителем истории. Как вы сами относитесь к истории России? То есть вы когда-нибудь увлекались же наверняка? Есть какая-нибудь любимая эпоха, может быть? Ну, нет. Историей России я так не увлекалась так глубоко. Но вы хотите сами стать историком искусства или историком? Историком, именно историком. Именно историком, да? Да. Но вообще очень интересно. Вот в Ленинградском университете же есть, именно в Петербургском университете, есть же факультет, он исторический, но, по-моему, там с третьего курса идет еще искусствоведение. Искусствоведение. Вот у нас Светлана Владиславовна Игнатенко, она закончила этот институт. Он дает очень интересные глубокие познания по истории и в то же время искусствоведение. Вот такой вот очень широкий, очень интересный профиль. Иглент Павловна Фенин, наш искусствовед, заканчивала в 1953 году этот же факультет. Это очень серьезная такая школа. Ну, как говорится, дай бог вам, дай бог вам. Но эта история, это интересно, конечно. История интересная. Вы любите фотографироваться? Я бы, знаете, сказала, но не для эфира. Не люблю, никогда не любила. Давайте все-таки запечатлим одну фотку на память. Ну, как говорится, давайте, конечно. Но никогда не любила и не люблю. Ну, я же, если бы я была молодая, красивая, так что, встаем, что ли, да? Встаем, что ли? Вот так, да? Так, может быть, кто-нибудь из мальчиков фотографирует? Ничего. Любимое время года – это лето и зима. А осень разве не красивая? Поезжаете вы по дороге в Белорецк в конце сентября или начале октября, и ты же утонешь в этих красках, в этой красоте. А как ждешь эти первые ручейки и сосульки? У меня день рождения весной, вот в апреле. Поэтому я с радостью весну жду. Говорю спасибо Господу Богу, что я жива. Какого цвета для вас счастье? Счастье, оно многоцветное. Знаете, так, как на холстах бурдянцева замешана краска, и каких или у домашникова смотришь, просвечивает одна из под другой, любуешься этим. А счастье, оно такое же. Очень многоликое, очень многогранное и многовременное. В том плане, что, как я уже говорила, тоже в каждом возрасте свое ощущение счастья. Сейчас я приглашаю вас посмотреть, что мы нарисовали. Посмотреть, да? Да. Ну давайте, конечно, это интересно. Так. Валентина Мефодиевна очень интересный и открытый человек. Мне очень понравилось проводить время с ней и задавать ей интересующие меня вопросы. На портрете я пыталась изобразить ее так, как я ее видела. Ну, конечно, сложно за короткое время. Причем вы же еще отвлекаетесь на вопросы, думаете, как говорится, о другом. Ага. Так. На портрете я попыталась изобразить такую улыбку, которая показывает то, что человек искренен и хочет раскрыться. Причем интересно, разное настроение в портретах. Я не говорю о сходстве, а разное настроение. Она очень открытый, добрый, а главное, семейный человек. Я старалась изобразить ее достаточно похоже. Общение с Валентиной Мефодиевной мне очень понравилось. Она очень открытый, яркий и интересный человек. Она рассказала очень много историй из своей жизни, так и из жизни музея. На портрете я ее просто изобразила улыбающейся. Ну, передача была очень интересная, живая, настоящая. Валентина Мефодиевна с радостью и очень искренне ответила на все волнующие меня вопросы. Я же теорию, практику не знаю. Но сделать с душой, с любой сделать. Понятно, да. Понятно. Красочная какая-то. И я что должна? Вы можете выбрать один из любимых портретов. Выбрать на память? Да. Ну, я, пожалуй, вот этот выберу. Пожалуй, вот этот. Мне нравится тем, что вы старались мое состояние передать, сосредоточенность какую-то. Вот этот, но мне, так же, как и тот, нравится еще вот этот. Вот этот, вот, вот этот. Вот нравится он мне потому, вот, потому что здесь я такая улыбчивая, такая веселая. Вот. А там я более серьезная такая. Вот. Ну, если брать на память, я бы вот этот брала. Вот этот. Сегодняшний гость был очень интересной личностью для меня. Валентина Мефодьевна ответила на все вопросы, которые действительно были для меня важны. Я очень благодарна ей за ее ответы и за подаренное настроение. Вы все молодцы. Я почему выбрала вот эту работу? Мне понравилось, что она пыталась передать какое-то вот такое глубокое внутреннее состояние. Вот это вот у нее есть в этой работе. То, к чему должен стремиться художник. Но вообще для художника что? Может быть, вот Ахмат Фаткулович Лутфуллинг, горифей наш, да? Ну, вот три женщины его картина, Третьяковка с нами дралась, чтобы им отдали эту работу. Мы отстояли все-таки. А он был очень сомневающийся. Ой, правильно ли он композицию сделал, правильно ли вот эту фигуру расположил. Ну, ты приходи, посмотри, вот я тебе покажу, ты мне вот скажи свое мнение. Скажешь ему свое мнение, да? А он все равно делает по-своему. Он все равно потом продумает. Он будет, может быть, тысячи раз переписывать какой-то фрагмент. Для художника что? Конечно, труд, осмысление, передача духовной, нравственной стороны. И художник все это должен осмыслять. Вот такое начало я здесь увидела, поэтому с удовольствием выбираю на память этот портрет. Всем желаю успехов. До свидания. Я надеюсь, до встречи. Надеюсь. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Я получила очень много интересных фактов про музеи, про Великую Отечественную войну и еще бесценный опыт, который меня научит в последующем держать себя в руках. Очень сложно. Их было так много. И, как вам сказать, и каждый из них сумел что-то всколыхнуть в моей душе. Поэтому мне очень трудно. Получилось как бы вот... Ну, все я вот о себе рассказала. Вот все это всколыхнулось. Я даже не знаю, как вопрос должны быть. То есть вы отвечали все искренне? Конечно, конечно. Музыка Музыка Музыка